Встреча с Казахстаном 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 Продолжение следует... Маша Дарбаева у меня жила последние пять месяцев. Мы с ней как бы начали жить вместе по обоюдному согласию. Маша высказала желание, чтобы жить с нами, а я не отказала ей. Ну, то есть у нас были хорошие отношения дружеские, так сказать, семейные. Мы очень часто ездили к нам в деревню, где мы сейчас вот и находимся, на нашем подворье, так сказать, деревенском. Она очень любила здесь находиться. Мы почти каждую неделю сюда приезжали, но ездили мы всегда все вместе. Но очень часто Маша шла от электрички одна. Очень часто. То есть я хочу этим подчеркнуть, что она хорошо знала дорогу домой. И в тот день, вот 4 июля, она поехала на электричке к нам сюда в деревню. И по показаниям свидетелей, она действительно доехала до места назначения. Она не проехала. Она знала хорошо, где выходить. Она вышла с электрички, начала свое движение в сторону нашего дома, в сторону деревни. И в какой-то момент она исчезла. Телефон ее перестал отвечать. Это где-то было уже в начале 4-го. Вот я ей позвонила. А последний раз мы с ней связывались по телефону, тогда, когда она уже приехала сюда на место. То есть я была спокойна, что Маша уже добралась до деревни. Но раз она добралась до деревни, то я была уверена, что она, конечно, сюда дойдет. Но Маша вот с того момента, с 4-го августа дома не появилась. Галина Условна, скажите свое обращение гражданам Оренбурга. Дорогие оренбуржцы, дорогие люди ближайших районов и даже областей. Если вам что-либо известно о местонахождении Дорбаева и Марии, вот фотографию, которую я сейчас держу в руках, пожалуйста, сообщите. Мой мобильный телефон, можно сказать? 8-922-872-06-07 или по известному телефону 02. Галина Славовна, а вот скажите какие-нибудь особые приметы у Маши? То есть вот насколько я знаю, у нее с детства болезнь? Да, Маша страдала детским церебральным параличом. Она передвигалась при помощи бадика. Она носила ортопедическую обувь черного цвета. И в последний день, когда вот она ехала сюда в деревню, она была одета в темно-синих джинсах, в белой майке выдлиненной, с двумя карманами по бокам. И была у нее еще маленькая сумочка, только для телефона и для денег. Больше у нее ничего с собой не было в тот день. Пожалуйста, помогите, кто что-либо знает о местонахождении Дорбаевой Маши. Спасибо. Маша очень любила у нас на огороде. Она, собственно, делать-то особо ничего не могла по своей болезни. Но очень любила здесь находиться. Вот находила, сидела вот на этой лавочке. Очень любила есть крыжовник вот здесь. Вот он уже, правда, не дождался ее. Тогда он был зеленый, но она очень его любила есть. Любила играть с козой. Вот у нас коза здесь есть, Катька. Любила очень наших котят. И то есть она себя чувствовала как дома здесь. Ей очень здесь нравилось. И она сюда постоянно рвалась. Машка рогатый мой. Ой, тихо, Алёси. Васи, Васи, Васи. Вот эту козочку очень Маша любила. Да, Катюшка. Она такая ласковая девочка у нас. Хорошая. Со всеми обнимается, целуется. Умница, кормилица. А сейчас бодает свои детишки. Мы говорим, Катя, это же твой ребенок. Нет. Это дымок. Ой, как она их любила. И пушок. Белый-белый. Вот как роза. И с ними спит. Она же здесь спала.